Итак, демосцена... Блин, ну вот не знал, что они все знают. Вот теперь сладкий переделывался. Да, сладкий переделывался. О, привет, он нормальный, давай. Я забыла спрашивать. Ой, это не то, что я хотел. Итак, демосцена — это компьютерное искусство, которое зародилось в начале, наверное, 80-х, в конце, где-то так, на Commodore 64 компьютере. В чем суть? Потому что демка — это программа, которая одновременно воспроизводит и какой-то звук определенный, то есть музыку играет, и в то же время в реалтайме рисует какие-либо эффекты. Ну, есть сейчас, конечно, другая категория демок, но про них я говорить не буду. Давайте тогда покажу пример демки, чтобы все понимали, то есть... Ну, ладно, сначала про компьютер расскажу в целом, и тогда будет более понятно все. Итак, входим в разработку под ZX Spectrum. Что такое Spectrum? Я буду рассказывать про российский клон, больше Spectrum — это Pentagon Z28, потому что в России и странах СНГ это наиболее распространенная машина была, ну, для именно демосцены. Данный компьютер имеет процессор Z80 с частотой 3,5 МГц, 8-битной, памяти всего лишь 128 килобайт всего лишь, то есть никаких мегабайтов нету. Есть ROM с Basic, ну и у 128 модели есть там еще дополнительные страницы в нем для более крутого редактора. Ну, в целом, вот у нас 16 килобайт ROM. В качестве операционной системы в российских клонах используется TRDOS — это дисковая операционная система для дискет на 640 килобайт. Музыка у данного компьютера — это чип Y, всего лишь три канала одновременно, ну, то есть у него три канала, то есть одновременно он авторизует всего лишь три звука. Все, больше ничего нету. И главные графические возможности данного компьютера — это разрешение 256 на 192 пиксела, 15, а не 16 цветов, как можно было бы подумать, что логично, но вот с Spectrum это так. Ну и количество всего лишь тактов на фрейм, то есть на один кадр у нас 71 тысяча, то есть это не количество даже команд, потому что большинство команд они имеют там… 5 тактов они занимают, 4, там 3, ну по-разному нет, 3 нету. Бипер, ну бипер есть, но мы про бипер говорить не будем. Грубо говоря, это однобитный просто динамик, ну, грубо говоря, это однобитный звук, то есть просто динамик подключен к одному из портов, и мы можем менять вот этот бит, и будет какой-то звук воспроизводиться. Прошу прощения, точно 72 тысяча на кадр, а не на строку? Нет, это на весь кадр. Еще про… Кого? Про кого? Про два цвета назнакомили. Это расскажу. А, ладно. Это все будет. Итак, Z80 это 8-битный CIS процессор, разработан в 1976 году, имеет всего лишь 158 инструкций, при этом имеет 16-разрядную шину адреса и 64 килобайта адресуемой памяти. Здесь уже возникает вопрос, как бы, если у него 64 килобайта всего лишь адресуемой памяти, каким образом он спектром памяти 128 килобайт? Да, там банками все идет, но я расскажу все про это дело. Ну, вот дело распределения памяти для тех, кто будет спрограммировать, это полезная такая табличка. Грубо говоря, у нас в нижних адресах находится ПЗУ, оно там прям всегда находится, и мы с этим сделать ничего не можем. Дальше у нас идет экран, это 6 килобайт, грубо говоря. Дальше атрибуты, но я сейчас расскажу про экран, не беспокойтесь. Дальше буфер принтера, системные переменные, системные переменные TRDOS вот по этим адресам располагаются, если мы используем непосредственно TRDOS. Дальше у нас непосредственно начало basic программы идет. Но мы, конечно же, программировать будем не на basic, поэтому, грубо говоря, мы можем возвращать нашу программу на Assembler с адреса, ну, где-то 6100. А, и структура экрана теперь. Грубо говоря, спектром черно-белый компьютер. Он как бы цветной, но он на самом деле черно-белый. В чем суть? Экран имеет структуру следующую. У нас есть видеопамять именно самого экрана, то есть зажженный пиксель или не зажженный, соответственно. Причем экран имеет очень такую сложную структуру. Дело в том, что Sinclair был очень жадным, когда разрабатывал спектром. Поэтому решено было использовать максимально дешевые микросхемы ОЗУ, которые имели определенное время выборки. Поэтому сделали структуру экрана такую, чтобы при рисовании экрана заодно и обновлялась память. Причем именно вот та память, которая использовалась. Подробнее про это есть ссылки. Вот внизу привел. Там хорошая статья есть от ЛВД про то, почему это так вообще. Я тебе сказал, что СМС не знаю. Там есть сточек в случае. Там есть 10 минут. Собственно, у экрана спектрома у него нелинейная адресация. То есть, если посмотрите на вот эту картинку. Блин, курсор не отображается. Курсор отлично. Здесь мы видим младший байт адреса, старший байт адреса. И смотрите, как выглядит экран. То есть экран у нас разделен на три трети. Каждая треть разделена на некие ряды. То есть, вот они в памяти так выглядят. И каждый этот ряд, он, соответственно, разделен на смещение внутри этого знакоместа. То есть, просто если мы будем заливать экран, то у нас он будет заливаться не вот так вот, как было пожидаемо в нормальных компьютерах. А все очень плохо. Ну, я покажу демки, которые показывают структуру экрана. И, наконец, цвета. То есть, вот у нас есть еще на белый экран. А сверху мы, как через цветофильтры, грубо говоря, накладываем некие атрибуты. Атрибутов у нас 768. Они выглядят вот такой вот сеткой, которая расположена поверх экрана. Здесь вы имеете, собственно, вот один из атрибутов, да, в котором нарисовано сердечко. И вот в каждом таком атрибуте может быть только два цвета. Причем даже не любые два цвета, а или яркие цвета. Так, где? Мышка опять сладилась куда-то. А нету этой лазера никого? Случайно. Сказал бы. Да. Потому что у меня мышка может попадать куда-то. Ну вот, посмотрите, даже сверху, в принципе, есть у нас яркие цвета, есть и яркие. В одном атрибуте могут быть только яркие цвета или только неяркие. И, как видите, у нас черный яркий, черный неяркий, он один и тот же. Поэтому у нас 15 цветов выходит. Внизу привел, например, картинки как раз спектромовской, да, то есть у нас такая вот картинка. Выглядит круто, но если мы посмотрим увеличение ее, мы увидим, что у нас в каждом блоке 8 на 8 пикселов всего лишь два цвета. Так, ну и теперь покажу демку, раз не все знают, что демосцена, которая вот работает с этими ограничениями компьютера этого. Это моя демка с Demopathy Cafe 2019. Сейчас она скомпилируется. Вот, собственно, меню спектрома. Ну, так сказать, это немного доработанное, не оригинальное, потому что это у нас уже в наших российских клонах добавляли сюда пункты RDoS. В оригинальном спектроме такого не было. Давайте запустим TDoS. И сейчас я посмотрю, как демка называется. Вот у нас операционная система, сам ее интерфейс, да, то есть, ну, такой команд-лайн, причем надо понимать, что в спектроме мы не вводим команды по буквенно, мы используем токены. То есть, нажимаем на кнопку и вводится вся команда, которая нанесена на клавиатуре спектрома. Так, давайте загрузим демку саму. Сейчас я берусь как-то делать. Ну, собственно, что можно сделать на этом мобилитере? Так, звука нет почему-то. А звука не должна быть, да? В смысле, на проекта? А, ну понятно, окей. И надо понимать, что спектром он настолько медленный, что если мы попытаемся обновить экран полностью весь, то, в принципе, нам тактов не хватит на это. То есть, ну, можно попытаться стеком, стеком у нас выйдет, но если мы просто обычным циклом это сделаем за, вот, один кадр и, как бы, 50 кадров в секунду, да, мы не успеем даже обновить экран. Ну, кстати, из-за HDMI подключения проекта, не знаю почему, но... Я получил рассылку, так что, свои демки? То, свои демки. Ну, если зайти33, cetera. Хорошо, что я тоя還有 Enter nerai. Все coding не знаю. Вообще! Значит? Вот такой вот эффект мы сегодня сделаем. Вы можете увидеть, что цвета явно не спектрумовские. Желтые, непонятные, розовые. На самом деле это стандартный прием. Здесь, к сожалению, не так хорошо видно, как на реальном спектруме. Наш компьютер работает с 60 Гц, а спектрум все-таки и 50 Гц имеет. Идея в том, что мы быстро переключаем два экрана с разными цветами, и выходит некий третий цвет. То есть на старых телевизорах, после свечения люминофора, оно сглаживает это дело. Да, DLP-проект добавляет спецфектов. Почему? Нет, ну, в принципе, на мониторе у меня выглядит. То есть оно так мерцает, иногда в премии не попадает. То есть ничего с этим не поделать. Ну, это пародия на стандартный записание спектрума. То есть, если что-то пошло не так, мы примерно два экрана видим. Ну, тут тоже GigaSquid используется. То есть больше двух цветов, кажется, что в знакоместие есть. Ну, здесь тоже GigaSquid. И так, давайте расскажу про порты, которые есть у спектрума. Собственно, вы будете их использовать, если будете программировать спектрум обязательно. То есть, самый главный порт для классических 48K машин – это портов Е. У нас младшие биты этого порта определяют цвет бордюра. Причем, вы можете заметить, что битв у нас всего лишь три, а не четыре. То есть бордюр у нас может быть покрашен только вне ярких цвета. Дальше у нас есть биты для микрофона. Ну да, для магнитофона. То есть мы можем, собственно, грузиться с него и все такое. Бит D4 – это у нас динамик, бипер. То есть, собственно, вот эти вот… Если кто имел спектрум, да, и запускал какие-то старые игры, там вот эти скрежущие звуки, ужасные мелодии такие, это как раз вот благодаря этому порту и этому биту. Ну и дальше у нас неиспользуемые порты идут. Причем, как вы видите, у нас на чтении и запись действия портов разные. То есть, если будем считывать, мы можем узнать состояние клавиатуры и состояние магнитового входа. То есть, если записывать, то, наоборот, мы, собственно, записываем на ленту нашу. Не ужасно, я тёплый вам, правда. Лента нет, только тердос. Ну и, собственно, про переключение страниц, то есть, экранов. Как я говорил, у нас процессор адресует всего лишь 64 килобайта памяти, память у нас 128, поэтому у нас верхнюю память, верхнюю такую пейдж можно переключать на любую из 8 страниц, причем нам никто не мешает, например, пятую страницу выбрать, и у нас будет в памяти одновременно две пятых страницы. Это, в принципе, используется для каких-то эффектов, которые рисуют в два экрана, чтобы не писать два раза код, который в разные адреса экрана пишет. Мы можем просто писать всегда в одни и те же адреса и туда подсовывать разные страницы. Собственно, управляется это всё вот этим вот портом. Можно использовать, конечно, вот этот второй порт, который видите, да, но его вообще никогда не стоит использовать, потому что на Пентагоне всё будет отлично работать, на других клонах мы, собственно, сбросим наш спектр, мы какие-нибудь другие прикольные результаты получим. Я это говорю, потому что если вы будете что-то программировать, да, вы будете находить какую-то информацию определённую, там в примерах, возможно, будет использоваться именно вот этот, вот этот порт MD, его использовать не надо. Переделывайте на использование вот этого длинного порта. Там, конечно, побольше команд, не так быстро это всё, но, по крайней мере, ваш софт будет работать на большинстве машин в таком случае. А на британцах? На британцах всё плохо, мы про британцах не говорим. Дело в том, что на оригинальных машинах там, кроме всего прочего, там ещё и тормозная память. То есть, причём на разных моделях по-разному это сделано. То есть, на каких-то моделях чётные страницы памяти тормозные, на каких-то нечётные. И, в общем и целом, программировать под оригинальный spectrum намного сложнее в этом плане. То есть, какие-то там мультикалоры делать. Мультикалоры – это когда мы, грубо говоря, бежим за лучом, мы меняем прямо перед лучом атрибуты и делаем какие-нибудь красивые цвета. На оригинальных машинах это делать сложнее просто потому, что я никогда не программировал под оригинал. У меня никогда не было оригинала, поэтому сказать что-то про него особо не могу, честно говоря. Вот, собственно, у нас есть бит D3, который отвечает за то, какая видеостраница отображается, то есть в пятом банке или в седьмом. Также бит 4 говорит за то, какая страница PZU у нас отображается. Мы используем первую страницу всегда – это 48 basic. И есть ещё пятый бит – это запрет расширенной памяти. То есть, грубо говоря, этот бит превращает наш компьютер в просто обычный 48k spectrum. Мы, опять же, этим пользоваться не будем. Тут немного про Y, то есть какие у нас есть порты. Но я про Y особо говорить не буду, я просто скажу, как сделать музыку у вашей демки. Но если кому-то надо, то вот такие у нас порты. Так. Используем и софт, и рабочая среда. Сразу говорю, используется Windows у меня. И, в принципе, в большинстве случаев все используют Windows просто потому, что огромное количество утилит есть под Windows. Эмуляторы, ну, главным образом Unreal и всё такое. То есть, если вы используете Linux, ну, придётся, видимо, вставить какую-то виртуалку, либо попробовать Vine. Я не знаю, возможно, под Vine он тоже всё заработает. Первое – это эмулятор Spectrum. Вы его видели только что уже. Это у нас Unreal Spec. И был раньше хороший эмулятор – это Emule The Win. Но, к сожалению, автор перестал его каким-либо образом поддерживать. И сейчас он плохо очень работает в современных системах. Поэтому будем использовать Unreal, у которого, к сожалению, нет никакого меняемого GUI. То есть, всё хот-кейм и всё через они файлы. Ну, скажем так, я люблю больше всё-таки графический интерфейс, но ничего не поделать. Мы можем запустить какой-либо файл в Unreal или просто, если мы передадим в качестве параметра имя нашего файла, всё. То есть, он запустит его автоматически и мы можем как-то отлаживать код, посмотреть и так далее. Эмулятор также умеет подсасывать, грубо говоря, метки от нашего какого-то кода. То есть, мы ассемблируем, у нас ассемблер выкидывает файл с метками, говоря, на каких адресах какие метки расположены. И в отладчике мы сможем посмотреть непосредственно эти метки для нашего удобства. Для этого надо в папку с эмулятором скинуть файлы к user.l и при нажатке бандра.l непосредственно в эмуляторе подгрузятся метки. Файл в каких форматах может быть? Метки? Нет. Файл в любых форматах, которые поддерживает Unreal. То есть, TRD-шники, tab-файлы и snap-файлы. Ну, возможно, ещё какие-то, не знаю, я другими не пользовался, так сказать. В качестве ассемблера мы будем использовать ассемблер CGSM+, причём определённую версию, то есть там их несколько версий. Я вот выбрал, которые от Zoom. По-моему, да. Ассемблер этот, в принципе, сейчас единственный адекватный ассемблер под PC. Остальные, ну, имеют худшую поддержку и совместимость там не самая лучшая со всякими вещами. Единственное, что я хочу сказать, всегда указывайте параметр nofakes. Ну, по крайней мере, я указываю, потому что если его не указать, то CGSM+, он поддерживает фейковые команды. То есть, вы здесь видите команду LD, HL, DE. То есть, загрузить регистровую пару HL и регистровую пару DE. Какое-то значение. Я не советую этим пользоваться, потому что некоторые из этих фейковых команд, они ломают ваш код, грубо говоря. То есть, работают не совсем очевидным образом. И потом вы с отладкой намучаетесь. В качестве редактора предлагаю использовать Notepad++, потому что я вот сделал файл подсветки синтаксиса для него. И в таком случае ассемблерный код в нем будет выглядеть красивенько, все будет подсвечиваться и все такое. Но вы можете использовать, конечно, и via Studio Code и любой другой редактор, который вам нравится. Собственно, вот так вот выглядит рабочая среда. У нас есть некий батник, открытый исходник и эмулятор. Крикаем на батник, запускается эмулятор, все компилируется. Ну, батник там запускает эмулятор и мы можем смотреть, как работает. Андрейл, какой версии рекомендуете? Я последний скачал. Ссылка приведена и все будет в архиве. То есть, все, что я покажу, оно все будет в архиве. Там уже все будет настроено. Вам надо будет нажать одну кнопочку run. Вот у нас структура проекта. Проекта будет выглядеть вот этот, ну, видите, сбоку. И, собственно, простейший скрипт для сборки snap-файла. Что такое snap-файл? Это, грубо говоря, снапшот памяти спектрума вместе с состоянием процессора, регистров и так далее. То есть, некое его состояние. И при отладке нашего кода, да, если мы не делаем еще итоговый релиз, удобнее пользоваться именно snap-файлами, потому что нажимаете запустить, все запускается в том виде, в котором вы ожидаете, грубо говоря. Как выглядит сам скрипт? Это у нас есть некая переменная name. Но это сделано для удобства, чтобы в каждый раз кучи мест не менять. Если мы имя нашего релиза меняем и так далее. Дальше мы компилируем некий исходник. Вот вы видите, как это выглядит. После компиляции непосредственно мы копируем наши метки в папку с эмулятором. Я не знаю, почему он не хочет каким-то образом брать из других папок. То есть, нет возможности там указать. Надо прямо к нему папку копировать. Ну, это немного костыльно, но это работает. Удаляем, собственно, из папки с проектом файл с метками, чтобы он не мешался. И запускаем наш snap-файл. И простейший шаблон проекта. Предлагаю вот такой вот. Это непосредственно уже исходник на ассемблере в CGASME. Первая строчка это у нас указание ассемблеру для какого спектрума мы все собираем. В данном случае это спектрум 128, но как бы это любая машина с 128 кб памяти, в том числе и пентагон. Дальше мы указываем директивой орг адрес, на которой компилируем наш исходник. Дальше у нас есть некая метка бегин файл. Дальше ваш код идет. В данном случае у нас две инструкции Dehalt, которые, грубо говоря, останавливают процессор. То есть первая инструкция говорит отключить перерывание, а вторая инструкция говорит ожидай перерываний. Ну и все. В общем процессор на этом зависает. Дальше мы просто в консоли выводим с помощью директивы дисплея размер бинарника. Ну для нашего удобства так сказать. Сохраняем snap-файл. Ну да, сохраняем snap-файл. Файл hello.sna. Ну вот в данном случае это так. И указываем в качестве параметра еще бегин файл. Вот это непосредственно адрес, который мы все скомпилировали. И с этого адреса, грубо говоря, эмулятор начнет выполнять наш код. И сохраняем метки. Предлагаю посмотреть на демонстрацию этого дела. Вот наш hello world. Сейчас посмотрим на батник. Ну вот вы видели батник, он выглядит вот так вот. Все в общем-то очевидно. И наш ассамблированный файл. Как видите, сейчас нету никакой подсветки. Вот не знаю почему, но на tpad++ не хочет запоминать. Какая должна быть подсветка для каких типов файлов. Но подсветка выглядит примерно так. Код у нас следующий. То есть запрещаем прерывание. Устанавливаем дно стека. Дело в том, что в snap-файлах, если по дефолту все это делать, то там стек расположен в каких-то непонятных адресах. Поэтому мы и сами указываем, где у нас дно стека находится. То есть SP это стек памятер в Z80. И дальше у нас некий цикл. То есть вот луп. Здесь мы красим бордюр в синий цвет. Выводим в порт, собственно, значение регистра. Нельзя непосредственное значение вывести. В Z80 нет вообще команд, которые делают пересылку из памяти в память напрямую. Все идет через регистры. Ну, есть определенные команды блочного копирования, но... Да, да, да. Но это все-таки неправильно. Память-память почти нигде нету. Только в PDP было. Чего? Память-память адресация была только в PDP 11. Не, ну мало где-то есть. Только в PDP 11 было. Z80 точно нету, как я могу сказать. Дальше у нас две команды noob, которые ничего не делают, грубо говоря, занимают 4 такта. Просто, ну, ничего не делаем. Что, но 2-х тактный? Noob 2-х тактный? Нет-нет, 4 такта. То есть каждый noob 2 такта? Да, нет, каждый noob 4 такта. То есть здесь мы 8 тактов делаем. Ну, я это сделал для того, чтобы некий эффект получить на бордюре. Дальше мы делаем вот такой вот 3 noob сразу. Причем, видите, можно в одну строчку все писать через двоеточие. Это ASMD понимает. Но это удобно иногда, чтобы код был более такой понятный, так сказать. То есть, грубо говоря, паузу несколько тактов. Да, да, да. Делаем просто паузу. Причем вот эта вот пауза сделана, чтобы скомпенсировать время выполнения jump'а. Чтобы у нас они одинаковое количество тактов занимали. Вот эта половинка и вот эта половинка. Дальше мы красим бордюр в красный цвет. Тоже 2 noob. И повторяется это много-много раз. Тут ничего нового. Давайте запустим программу. Вот. Это первый самый простой Hello World на спектру. Да, мы просто рисуем что-то на бордюре. Ну, это не настоящий multi-color, да? То есть, как этот эффект вообще работает? У нас начало кадра начинается и лучше начинает бежать по экрану. И мы меняем бордюр, как бы, в какие-то определенные моменты и лучше получает новое значение. Ну, не лучше, а, грубо говоря... Ну, лучше, да, наверное. Учий фиксикс. Можно на Васите такое сделать. Да, ну, в данном случае это никакой не засинхронизированный multi-color, да? То есть, это такой просто пример. Настоящий multi-color мы должны синхронизировать сначала фрейма, там все подсчитывать и все такое. Ну, в качестве примера, на мой взгляд, сойдет. Клево. Так, ну, и теперь я немного расскажу, все-таки, про CDRZ80, про сам Z80, чтобы было более-менее понятно вообще. Итак, у Z80 есть несколько регистров. Ну, основных регистров, грубо говоря, 8, наверное. Смотря как считать на самом деле. У нас есть какие регистры? Аккумулятор, грубо говоря, для всех арифметических, логических операций он используется. Ну, основной регистр. Дальше у нас регистр флагов есть. Причем, Вы можете заметить, что у нас регистры, они вот такими парами расположены. То есть, каждый из вот этих двух регистров, AF, BC, DE и HL, это регистровая пара. И есть, соответственно, команды, которые работают именно с регистровыми парами этих. Причем, Вы можете увидеть, что у нас есть и альтернативные регистры. То есть, Z80, это, на самом деле, клон процессора 8080 интеловского. Ну, более улучшенный, так сказать. Причем, от создателей и вот этого интеловского процессора 8080. В России этот процессор называется GR580. Наш клон отечественный. 880 процессора. Команда ушла из интела и создала компанию Zilog. И вот родила такой вот процессор интересный. У него, в отличие от 8080, есть еще специальные регистры в виде двух регистров индексных. Это индексный регистр X и Y. Эти регистры интересны тем, что там можно указывать смещение. То есть, если мы читаем, мы можем прочитать с каким-то смещением. Там плюс 127 минус 128 байт. Это удобно для каких-то структур, но, на самом деле, эти регистры в демках довольно редко используются. Просто потому, что они довольно медленные. Что-то происходит. Дальше у нас идет указатель стека стекпоинтер. Ну, я про него уже говорил. И PC, это программ каунтер, показывает текущую выполняемую команду. Ну, точнее, следующую, скорее всего. Мы им непосредственно управлять никак не можем. То есть, он как-то сам по себе существует. Ну, как? То есть, мы вызываем какую-то процедуру и, соответственно, новое значение записывается и происходит переход. Дальше у нас есть регистр Y. Это вектор прерывания. Про прерывания дальше расскажу. И регистр R для регенерации памяти. Z80 он имеет встроенную систему регенерации памяти. Но, как бы, мы можем про него забыть. То есть, он нам никак пользы не несет. Ну, на самом деле, мы можем, по-моему, старший бит этого регистра как-то использовать. Но не видел, что кто-то использовал его, честно говоря. И при этом... Его используют как генератор псевдо случайных. Ну, можно использовать, в принципе, да. Ну, такой себе генератор. Да, плохой. Так такой себе, знаешь. Мне хочется, чтобы он имел какой-то сид изначально. Ну, можно, в принципе, но... Да, да. И есть такая штука, не задокументированная изначально, сейчас уже задокументировано официально это, что индексные регистры, они идут как бы, ну, вот, вы видите, да, 16-битные такие. Но, на самом деле, к ним можно обращаться как к половинкам этих регистров, то есть, xl, там, xh, это, грубо говоря, младший и старший байт регистров этих индексов. Но, я говорю, регистры тормозные, поэтому не то, чтобы это супер было, мне кажется, все полезно, хотя иногда используется. Итак, какие у нас есть операции для доступа памяти, да? Ага. Прежде всего, у нас есть команда x, это обменивает как раз вот эти теневые и основные регистры. То есть, мы не можем одновременно использовать теневые и основные регистры. С точки зрения схемотехники, там просто внутри мультиплексоры, расположенные внутри Z80, которые, в зависимости от того, какой вид записан в определенную ячейку, подключают ту или иную половинку вот этих регистров, так сказать. Причем, насколько я знаю, там даже никак это от сброса не меняется, там как-то случайно устанавливается при включении и дальше работает, но нам это не важно все. Причем мы даже не можем узнать состояние, то есть, у нас сейчас альтернативные регистры подключены или основные. То есть, для нас они все как бы альтернативные и основные одновременно. Ну, впрочем, как и для Z80. Дальше есть команда xifaf, она позволяет обменять значение аккумуляторов основного и альтернативного с регистром флагов. Дальше у нас команда обмена регистров, то есть, грубо говоря, у нас ldr1r2, это загрузить в регистр r1 значение из регистра r2. Также есть загрузка непосредственного значения, то есть, в некий регистр r1 загрузить непосредственное значение, например, 127. Так, да, дальше мы можем еще загрузить в регистровую пару непосредственное значение, то есть, 2 байта. Потом, видите, какой синтаксис интересный у нас есть для доступа, грубо говоря, по ссылке, что ли, можно так назвать, ну, по указателю, грубо говоря. То есть, у нас в некой регистровой паре находится некое значение вот в этой rr, и мы загружаем по адресу, которая находится в этой регистровой паре, значение из регистра r1, например. Ну, и дальше, соответственно, похожие команды, там, обратная загрузка. Да. Так. Логические и арифметические операции в ZF80 довольно много их. Вот у нас, ну, стандартные классические логические операции, такие как or, end, xor. Причем есть возможность как сделать логическую операцию с регистром каким-то, так и с непосредственным значением. Также есть полезная команда KPL, это команда инвертирования битов в аккумуляторе. Также у нас есть логические операции, это сложение, вычитание, причем есть тоже сложение с регистров или сложение с непосредственным значением. Так, ага. Есть операция CP, которая позволяет сравнить аккумулятор с каким-то из регистров или с непосредственным значением. Грубо говоря, на самом деле эта команда просто-напросто вычитает, то есть это команда SAP, но при этом значение никуда не записывается, а флаги принимают определенные значения, которые соответствуют операции минус. Ну и, конечно же, есть инкременты и декременты. Сдвигов очень много Z80, я здесь вот такую вот табличку, ну сделал такую табличку, соответствуюя, так сказать, сишным операциям сдвигов. Подробно, наверное, говорить не буду про все это, их очень много, но можете пользоваться, так сказать. Переходы. У нас есть переход по непосредственному адресу, то есть это 2 байта. И переход по непосредственному адресу в зависимости от каких-то состояний флагов. Большинство условий, на самом деле, ну не большинство, а половина условий не то, что были особо используемые. Не знаю, о чем думала команда разработки, но, например, четность это не состояние младшего бита, как было ожидаемо, да, ну это удобно и все такое. Четность это количество сжорных бит, грубо говоря, у нас там 3 бита есть в аккумуляторе, значит число нечетное. А если 4, то четное. Ну не супер удобная операция и тоже не особо используемая. Можно потом рассказать почему-то. Потом могу рассказать почему-то. Ну окей, окей. Не, вообще это 80-80 было, так что возможно ради совместимости. Потому что Z80, то он, в общем-то, совместим с ним полностью. А, ну самые используемые флаги, это, ну не флаги даже, да, то есть флаги у нас, вот, ну да, флаги есть в этой табличке, отлично. Тут приведены как условия, так и флаг, да, то есть у нас есть условие Z, то есть переход будет произведен, если аккумулятор у нас равен нулю, ну не аккумулятор, а флаг установлен соответствующий, либо NZ, то есть не равен нулю. Есть условие C, то есть это у нас произошел перенос или не произошел перенос. Также есть вот более-менее полезный флаг, это результат операции положительный или отрицательный. Под программой прерывания, значит, Z80 у нас, в принципе, нормальный процессор в том плане, что у него есть стек и есть возможность непосредственно вызова под программ, потому что фрок рассказывал про процессоры, где даже этого нету, там приходится вручную все делать. Это супер неудобно. У нас для вызова под программой есть call, мы указываем там адрес, адрес перехода, на который будет переход произведен. И из-под программы мы возвращаемся по red, причем red у нас может быть и по условию в том числе, то есть это позволяет, так сказать, оптимизировать и время выполнения, и объем занимаемой памяти. У нас есть возможность также условно вызвать под программу тоже с соответствующими условиями. Так, дальше, прерывания. Ну, я уже говорил, есть команда D запретить прерывания и ей разрешить прерывание, а HALT это ожидание прерывания. То есть D-HALT, зависание, ну, приводит зависание просто. Про порты ввода-вывода я уже рассказал немного. У нас такие вот команды есть, порты ввода-вывода работают непосредственно с аккумулятором, причем если мы хотим обратиться к порту, который состоит из двух байт, грубо говоря, да, то мы не можем уже непосредственно значение указать. Нам надо использовать регистровую пару BC, причем синтексис вот такой вот интересный, а вот в скобочках C, хотя, по идее, BC было логично, но вот так вот, не знаю. Так, ага. Так, ну, давайте дальше расскажу такой. В этом он все, блядя, инклюда есть? Да, да, все есть, все прям. Ну, как, инклюда вполне себе рабочие. Местами, конечно, есть глюки, к сожалению. А какие глюки? Ну, есть там такая директива, диск, которая позволяет на какой-то другой адрес компилировать, при этом у тебя находится непосредственно сам бинамик в другом адресе, но она глючная, никому не советую использовать, можно обойтись. А как же делать еще надо такое? Ну, орг, а дальше? Ну, да, 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 ну, я просто смотрел, она какая-то глюкавая, даже рассказывать не буду про нее. Так, создание релиза. Релиз мы будем создавать для оригинальных, как бы, ну, не оригинальных спектрумов, да, а для, грубо говоря, спектрума с магнитофоном, то есть ТАП-файл. И для ТЕРДОСа, то есть, грубо говоря, образ дискеты. Про бета-диск интерфейс немного расскажу. Это, собственно, и есть вот эта вот железка, которая поддерживает операционную систему ТЕРДОС. Она была сделана в Англии. Для 128К модели она была изготовлена в 1987 году. И фишка в том, что про эту систему в Англии, в общем-то, толком не знают. То есть, ну, сейчас, конечно, уже знают, потому что интернет есть, и в Англии тоже хотят запускать наш софт родной, так сказать. Но вся на родине система совершенно не набрала никакой популярности, а у нас она набрала популярность просто потому, что у нас клонировали микросхему, которая использовалась в данном дисковом интерфейсе. И поскольку на просторах СССР, как бы, была эта микросхема, то решили склонировать именно вот этот дисковый интерфейс, и он имел достаточно большую популярность. Поддерживаются, опять же говорю, дискеты на 640 килобайт. Ну, отечественная плата выглядит как-то так. Ну, может выглядеть по-другому, но на самом деле обычно выглядит все как моток МГТФ. Наши отечественные клоны, это по большому счету мотки МГТФ, к сожалению. Ну, я расскажу, где хороший клон достать. Собственно, здесь я привел некоторые полезные команды для Тердоса, да, что... Потому что информация, как бы, она есть в интернете, но, честно, найти ее не так легко. Поэтому я вот, ну, собрал самое такое основное, что будет вам полезно. Вот тут в скобочках непонятные символы указаны, да, что это вообще за безобразие такое. Это какие кнопки надо дожать, чтобы ввести команду. Потому что, как я говорил, спектрами у нас все токены, а поскольку мы все-таки на PC сидим, и у нас клавиши не подписаны. Я вот не забыл. 616 и 619, чем разница была? А, я не знаю. Какая-то была, наверное. 616, она, ты входишь в Тердос, то есть ты из Бейсика вводишь 616, и выходишь вот в этот акошик, который там нарисовано. А, я понял, я понял, да, да, да. 619 это у нас подгрузки и все с из Бейсика идет. То есть мы из Бейсика, там, ну, я покажу, я покажу. Магическая константа? Это не как адрес, наверное. Ну, на самом деле там все криво сделано было. Там, грубо говоря, вот эта вот плата, да, она просто смотрела, по какому адресу идет запись. Короче, ну, скажем так, причем вот эти адреса, это адреса, на самом деле, где в PSU Spectrum находятся просто символы пробела, по-моему. По-моему, там вместо рандомайза можно использовать любую, практически другую команду, которая позволит дальше указать. Ну, да, да, в принципе. Суть просто в том, что, ну, там, ну, хаки, грубо говоря, сплошные, то есть. Тер-дос, на самом деле, тоже такая себе система. Там, если даже файл удаляешь, она сама вот эти файлы, ну, не переносит наверх, там специальная команда для этого есть. Так, ну, в основные команды у нас вывод списка файлов, запуск, запуск файла с именем, basic файла. Также можно запустить непосредственно бинарник с помощью вот так вот run, file name и код. Если мы хотим по какому-то определенному адресу запустить его, ну, загрузить и запустить, да, то надо указать их, соответственно, адрес, потому что, ну, Spectrum файл имеет такую интересную вещь, что у них, в принципе, есть некий атрибут, где хранится это дело, в том числе и адрес для запуска. Утилиты мы будем использовать следующие. Это утилита best-to-tab. Она интересна тем, что позволяет преобразовать исходник на basic в виде текстового файла непосредственно в tab-file, файл для магнитофона и ленты, так сказать. Мы хотим делать TR-DOS, но расскажу, как с этим бороться. Есть некие параметры, да, имя файла, строка запуска, именно basic файл, то есть у нас, если кто знает basic, да, там строки нумеруются, там 10, 20 и вот это все. И есть параметр игнорировать регистр нашего исходника. Ну, его лучше использовать, наверное. Вот, собственно, про что я говорил. Есть некие утилиты, долго искал, нашел и суперсчастлив, которые позволяют преобразовать basic файл в файл хоббит. Что такое хоббит-формат? Это файл, грубо говоря, один файл спектрума. Вот именно спектрума. То есть там есть вот эти атрибуты уже, имя файла, строка, с которой все должно запускаться, и, ну, вы поняли, в общем-то. Форматы хоббит-файлов мы будем использовать. Это $C, это кодовый блок, и $B, basic программа. Вот эти две утилиты, вот так, если все сделать, они, собственно, и преобразуют наш таб-файл в некое количество хоббита-файлов, ну, в зависимости от того, сколько у нас файлов было в таб-файле. Есть также утилита trd-tool, которая позволяет работать с образом trdos-диска на PC. Опять же, я любитель того, чтобы все собиралось в один клик, и минимальное количество манипуляций производить непосредственно на спектруме, потому что делать это на PC-шной клавиатуре неудобно. Мы используем вот такие вот две команды. Это у нас создание пустого trd-файла. Ну, синтексис, сами видите, такой странный всего этого дела. Не знаю, почему. Ну, и добавление хоббита-файла в образ таб-диска. Также будем использовать таб-тул для того, чтобы сделать таб-релиз. Ну, тут все просто, просто добавляем в таб-файл какой-либо файлик, тоже в хоббита-формате. В качестве редактора я прорекламирую немного SL-редактор PixelArter. Он, в принципе, удобен именно для создания каких-то картинок в монохромном режиме. Там есть много всяких вещей, в том числе и заливка паттернами, и инструменты рисования определенные. В нем удобно рисовать графику. Да, есть, но я лично против такого подхода. Я считаю, что ассемблер должен компилировать, а не собирать релиз. В графическом редакторе чанки есть? Ну, имеется в виду паттерн, да? Да, 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 есть. Стандартные. К сожалению, только стандартные, пока не завез я туда. Возможно, свои сделал, но там их много. Также вот такую вот утилиту написал, можете пользоваться. Позволяет преобразовать png-файл в бинарник. Ну, грубо говоря, я думаю, ничего сложного. То есть указываем некий png-файл, указываем, какой у нас цвет фона должен быть. И все, что не цвет фона, это у нас единичка, все, что фон, это нолик. Ну, просто удобно для хометической сборки, опять же, чтобы каким-то утилитами пришло это не делать, чтобы все из командной строчки работало. Какие-то есть требования к этому png-файлу? Нет, абсолютно любой. То есть он его как-то масштабирует? Нет, нет, он в том, нет, он не световый мусский экран, он сохраняет любой бинарник, просто набор байк, грубо говоря. То есть любое разрешение, ну, любого размера файла, который мы хочем. Так. А, секундочку, можно? А он становится произвольной ширины потом на выходе или такие же виспершеньки? Он остается полностью как бы в том же разрешении, то есть просто передаем туда... То есть его потом можно двигать там абстрактно, как карту, да? То есть экраном водить... Ну, вот на спектрме двигать абстрактно, это интересно. Ну, в принципе, если мы напишем определенный код, то можем и двигаться. Ну, в разные страницы насловать... Да, нет, я просто утилиту сделал, чтобы автоматически все собиралось, и в сейджасме писал ингбин и наш этот бинарник. А перед запуском сеть джасма, там, соответственно, запускаю вот эту утилиту, передаю ей параметры, она конвертирует в бинарник и дальше все это комбинируется в один клик, собственно. Я не совсем понимаю, у png там каждая точка окрашена, в принципе, в произвольной звезда. Да, да, да. У спектром этого нет. Правильно. А он только для монохромных файлов, но мы указываем просто... То есть png должен быть монохромным цель? То есть можем указать разброс вот этот порог, threshold, да? Ну, да, да, да. Нет, ну, deviation я это обозвал. Вот. И все, что, соответственно, не является бэкграундом, он делает единички. Все, что бэкграунд, нолик. Так, ну, собственно, давайте какие-нибудь программки посмотрим. Собственно, давайте сделаем, наконец-таки, TRD релиз. Так, открываем. Батник. Вот, собственно, первая версия попытки собрать TRD-шник. Запускаем компиляцию ASM-файла. Создаем пустой TRD-файл. И засовываем туда наш бинарник, который мы получили с компилятора. В компиляторе, ну, да. Файли-ассемблеры это выглядит вот так вот. То есть здесь мы делаем директивы SSHOP. Сохранение бинарного файла. Причем вот от начала первой вот этой метки, бегин файл, да, сохраняется дата. И с некой вот этой вот длиной. Ну, вот, заканчивается, собственно. Сохраняем файл hello.se. А, нет, hello.dollars.se. Перепутал. Так. Hello.se это у нас имя файла непосредственно в хоббита формате. То есть во внутренней наименовании нашего спектрума. А можно вопрос? Ага. Вот это вот мы сейчас такие все крутые, там, в 2019 году на Винде это все делаем. Но как это делалось на спектру на 48? Ну, есть, нет, на спектру на 48, не знаю, я знаю, как делалось на Пентагоне. Там свои ассамблеры есть. Там есть, например, как раз ассамблер тоже продвинутый, есть и макросы и все прочее. Ну, а-то как они с кассетами там мучились, все это перегоняют? Не знаю, с кассетами. А-то мучились. С кассетами, наверное, кто-то мучился. В России все-таки... В России обычно не мучились, использовали ТРД. Ну, не ТРД, а, собственно, ТРДОС. Бобины еще использовали. Бобины? Да, бобиновый метафор. Не, ну, можно использовать, да, но... Не знаю, я фанат именно дисковых операционных систем, насколько... Да ты мажор просто. Нет, ну, чинил вот недавно, когда Ленинграда 2, помучился с этими... Матками МГТС. Не, я нашел выход, я просто Телеграм себе скидал в обфайл. Ну, да, нормально. По телефону можно было посылать. Да, конъектовать. Ну, собственно, вот, мы сохранили Хоббита файл наш. Давайте запустим батник. Загрузил симулятор, входим в ТРДОС, набираем команду лист. Вот наш файл. Как вы видите, у нас уже стартовый адрес прописан. А, вот длина указана тоже 24 байта. Если мы пытаемся вот так вот запустить ран, да, ну, ничего не произойдет. А мы все-таки хотим какую-то пользу для пользователя сделать, да, чтобы было удобно. В принципе, мы можем кодовый блок запустить напрямую. Как я уже говорил, есть где-то возможность такая. То есть наберем файл. Очень неудобно с PC-шной клавиатурой это делать, скажем честно. Так. Наказываем код. Ну и запускаем. Все, запустился наш эффект. Тут такой поинтереснее эффект немного. Ну, исходники все будут доступны, можете посмотреть. Здесь мы три разных цвета используем. Если вот так вот остановим, мы можем увидеть, что на самом деле там три цвета RGB, которые вот так вот смешиваются. Ну, нашими глазами. Кажется, как понятно. И всего лишь 24 байта. Любота. Дамп посмотреть можно. Кого? Дамп. Сейчас покажу все. Давайте сейчас я расскажу немного про релиз, а потом запустим дебаггер. Посмотрим. Так. Собственно, какая проблема? То, что мы не можем просто вот так набрать ран, да, и все запустится. А меня сильно бесят релизы, которые нельзя запустить просто нажав ран. Потому что делать на PC вот эти вот манипуляции, это супер убого и неудобно. Поэтому немного улучшим наш батник. Здесь мы, собственно, добавляем Basic Loader с помощью утилиты. Давайте посмотрим на сам Basic Loader. Он выглядит как-то так. То есть Basic Loader для TRD файла. То есть сначала мы очищаем память. Ну, как не очищаем память, это, грубо говоря, говорит спектруму, что вот ниже этого адреса он ничего не использует. То есть все, он границу вот рам топ устанавливает внутреннюю свою какую-то. И ниже всего этого адреса это принадлежит полностью нам. Дальше мы используем как раз вызов TRDOS. Вот так вот, randomize.usr, как раз вот этот вот адрес с 19. Дальше вот такой рем идет, комментарий. Ну, это чтобы Basic, грубо говоря, ошибку не выдавал. Просто при пытке все это дело интерпретировать, вводить и так далее. TRDOS он пропускает этот рем и дальше смотрит вот на нашу вот эту строчку, где мы указываем, что загружаем файл hello по вот такому вот адресу. Ну, и дальше мы непосредственно запускаем наш файлик. Вот, randomize.usr, ну, грубо говоря, это просто вызвать что-то из Basic. Так выглядит. Название соответствует. Ну, название... Да. Клеера это allog получается, да? Нет. Ну, нет, нет, нет. Он говорит, что, типа, ниже не используешь, значит, это... Да. Просприз у нас Basic, он всю память занимает полностью. Вот только все, все моя память. А вот клеером мы говорим, ну, солян Basic, мы тебя немного ужмем. Он такой, оп. И вот он больше этого не хочет использовать. Стэк, соответственно, надвигает уже и все такое. По большому счету вот эту вот бутяпку так получается, да? Чего? Бутяпку так делать. Ну, чтобы random запускать. Да, да, нет, это еще пока недостаточно для random. Ага. Это недостаточно. Окей. Давайте мы пробуем запустить. Молчу. Да, да, сейчас расскажу. Вот запускаем, да? В run ничего не происходит, но если лист выведем, тут уже вот... Ай, это не тот. Не тот. Не тот. Первый. Да, действительно. Вот файлики наши, run. Ничего не происходит. Жалко, печально, вообще обидно. Мы же так хотели, чтобы все было круто. Но на самом деле здесь теперь не надо указывать хотя бы код, то есть набираем run. Теперь хотя бы код не надо указывать, хотя бы упростили запуск пользователя. Уже не программист способен запустить вашу программу. Но этого тоже недостаточно, поэтому давайте посмотрим на более продвинутый батник. Здесь, кроме всего прочего, мы... Сейчас я увижу. Мы копируем бут. У меня папочки... Я уже подготовил для вас там бутов 6, по-моему, разных. Вам не надо будет уже делать. То есть буты тоже хранятся в хоббита файлах. Просто копируем на TRD диск и все отлично. В данном случае, я думаю, все уже узнали, кто имел дело со Spectrum, а вам что это за бут такой нецензурный, как сказать. Давайте запустим. И теперь какое счастье, мы можем просто набрать RAM и появляется вот этот бут. Я думаю, многие его знают. Великая, так сказать, вещь. И теперь, чтобы запустить файлик, нам Interpas надо нажать. Идем. Ну, можно, да, или к. То есть все, мы вот собрали только что полностью релиз. Также в этом батнике я и собираю TAP релиз. То есть, грубо говоря, вот мы создаем опять же Basic загрузчик. Basic загрузчик здесь немного отличается. Ну, мы не используем, потому что это FDOS. Тут даже все проще. Так. Ну и дальше копируем наш Hobbita файл, наш TAP. Давайте запустим. А, причем смотрите, как я сделал, для опять же удобства ваш варк. В скрипте можно указать режим, с которым будет производиться запуск. То есть, если мы здесь, скажем так, сохраним, то собралось все у стапника, мы можем непосредственно его загрузить. Все. Вот мы считали только что с магнитофором. То есть, грубо говоря, вот эта вещь, она будет работать вот на том спектре, что вот, если его починят, там лежит. Потому что там нет никаких TN-DOS, но я думаю, там файл загрузить можно. А, также, есть возможность на файл запустить. Ну, это опять же удобно для отладки, то есть, просто так запускаем и все уже загрузилось. Чтобы лишний раз по менюшкам не ходить, команда не вводить. Самое забавное, я еще, который первый раз показывал, что загрузчик через run hello, можно упомянуть, что загрузчик весил в байтах больше, чем сам код. Да. Демки. А, собственно, да, обещал же показать. Загрузчик 74 байта, а демка 24 байта весит всего. Может, это команда эмулятору в каком режиме запускается, да? Не, мы просто эмулятору разные файлы подсовываем. То есть, сейчас я покажу, как это выглядит. А, это вот, во что компилируется, да? Вот, вот, если мод, да, то компилируется у нас всегда все релизы полностью. Ну, все-таки PC достаточно быстро, да, чтобы позволить себе такую роскошь, все компилировать сразу. Собственно, давайте покажу дебаггер. Unreal. Нажимаем Escape, открывается вот такое окошко. Здесь у нас есть регистры. Здесь дизосемблер нашего кода. А здесь непосредственно память. Давайте перейдем с помощью код LLG на адрес, на котором мы этот код скомпилировали. Вот отсюда наш код начинается. Так, чисто. Вот он. То есть, включаем перерывание и дальше пошло. То есть, вот, вся наша программа выглядит вот так. Вот он выглядит. Давайте покажу, как метки работают. То есть, ну, как я говорил, Сиджас умеет сохранять метки, а Unreal их подгружать. Так, нажимаем Ctrl L и все стало намного круче. Теперь мы прям можем видеть все. Причем, я забыл, какая горячая клавиша за это отвечает, но мы можем еще и ходить по меткам. То есть, открывается окошко, где мы можем выбрать метку. Я, к сожалению, забыл. Ctrl J? Наверное, наверное. Да, действительно. Лев. Ну, тут стандартные метки basic сначала идут. Ты можешь начать писать их и там будет. А, не, слушай, не пишется. У меня ничего не пишется. А, пишется, пишется. Да, там просто не видим. Я говорю, я сидел долго на EmulsWin, я привык к красивому интерфейсу. Отлично, мы даже ассамблеров строим. Для меня немного все это боль. Тут, кстати, вы можете увидеть вот страницу установленная, ну, какая страница у нас в верхней памяти. По дефолту 0, но я вам советую всегда ее устанавливать. Также и стэк устанавливайте, дабы потом не ловить грюки. Потому что вот делали недавно мы с организмом tmk.gift. И у меня основной файл работал, а у него нет. Потому что CGS мы разной версии там как-то со страницами намутили. И в одной по дефолту одна страница была, а в версии в другой другая. Короче, какое-то полное безобразие. А теперь покажу, собственно, вот эту нелинейную раскладку видеопамяти в спектруме. Давайте откроем исходник. Так, тут, конечно... Кстати, мне уже прошлое, возвращаясь к кассирам, к лентам. Эта вот нелинейная заливка, она очень часто была, когда загружались. Да, 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 это видно было. Сначала грузилась. Ну, грузилась. В эмуляторах, к сожалению, не посмотреть, они гады скипают. Да, да. А уже не гады. 30 минут себе не ждать. Нет, это понятно. Ну, просто было как раз наглядно. Сначала первая третья, вторая третья, потом третья. А потом заливалось все атрибуты. Здесь мы разрешаем прерывание в данном кусочке кода, так сказать, потому что мы будем использовать команду halt, чтобы делать некую задержку. То есть halt в данном случае будет просто ожидать следующего фрейма. То есть какие-то вещи будут происходить у нас 50 раз в секунду. Сначала мы делаем бордюр черного цвета. Причем, вот опять же, такой трюк небольшой, да. Ну, если вы будете программировать на ассемблере, вы быстро привыкнете к этому. Для того, чтобы очистить регистр А, нам не надо, говорить, там, загрузить нолик регистра, а проще сделать КСОР аккумулятора само собой. Ну, сами знаете, что КСОР один на один дает ноль, ну, все дает ноль, грубо говоря, поэтому. Ну, экономия памяти. Это экономия памяти, и главное так там, потому что медленно, все медленно, так не хватает. Можно еще сам А, типа из А вычесть А тоже ноль будет. Можно, да, но это уже не так понятно. Блин, ну, просто САП, а меня не я его всегда... Серьезно? Да. Ужас какой. Ну, просто САПА работает только на этом процессоре, а КСОР сработает. КСОР, ну, везде он, как бы, в архитектуре будет. В современных процессорах тоже КСОР это все. Конечно. Дальше у нас используется команда блочного копирования LD. В чем моя суть? Мы устанавливаем... Ну, как она вообще работает, да? То есть у нас в BC хранится количество скопированных байт, которые мы должны копировать в регистровую паре. В DE это куда мы копируем байты, а в HL откуда копируем байты. Забыл подсветочку включить. Мы ее используем не для того, чтобы байты скопировать, а для того, чтобы заполнить экран одним и тем же значением. А, атрибуты, в данном случае. Такой недосистемный вызов, да? Нет, нет, нет. Это встроенная команда Z80. Ну, да. Она такая длинная, так сказать. То есть она может работать очень долго. Не в числе. Но при этом прерывания все равно будут работать. То есть они нормально. То есть, ну, потому что команду как бы Z80 не будет прерывать ради прерывания, да? А вот LDIR и подобные команды, они имеют некий цикл определенный. И во время этого цикла есть прерывание происходит. Команда на каком-то первом этапе прерывается. Мы в прерывании что-то делаем, возвращаемся. И команда продолжает все выполнение. Прикольно. Да, но LDIR, он используется вот для каких-то вещей, таких медленных, что мы делаем в начале. Потому что сам по себе он супер медленный прям. Ну, не то чтобы мега, но достаточно. В данном случае мы ее используем для заполнения памяти за счет того, что у нас пересекаются источники назначения. Но я думаю, все знают, там, mem KPI в C, да? Что нельзя использовать, там, они тоже для источника и для назначения, иначе поведение не определено. Мы здесь как раз используем что-то подобное. То есть, мы первый байт заполняем значением некоторым. В данном случае это 47, 16-ричное. Для того, чтобы сделать установленные биты белого цвета, а погашенные биты черного цвета. И при этом их делаем все яркими. То есть, байт у нас единичка. Кстати, можно в хейл сразу число записывать. Чего? В хейл можно сразу число записывать без регистрации. Ну, можно, в принципе, да. Но, я, видишь, здесь вот так вот еще делаю. А, ну, слушай, можно, наверное. Сразу хейл 47, кстати. Действительно, можно, наверное. А, это что, метка, что ли? Чего? А, да, забыл сказать. Действительно. Это вот директива, такая вот, она макрая, работает подобно, наверное, сишному дефайну. То есть, мы говорим, что вот эта штука, она эквивалентна вот этой штуке. И при этом это одновременно можно как метку использовать. То есть, перейти на нее, там, ну, вообще это универсальная вещь. То есть, это страница, первая видеостраница, да, вот на 4 тысячи. Да, 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 у нас все первая видеостраница, я там в слайдах нарисован, где какие адреса, то есть, можете посмотреть. А, а что 47, мне как константы еще такие, красиво там. Где, где, где? Ну, это для упрощения. Я просто подумал, если я все сделал на константах, то... Есть просто такая вот недовольность сейчас, пишут под спектр. А там вообще все на константах. Там смотришь на исходник эссемблера, не видишь, видишь, кучу констант. Ой, не констант, а макросов и всего прочего. И ты такой, а что это? Это чисто для упрощения я сделал. Ну, собственно, вот, мы первый байт сохраняем то, что нам надо, дальше мы копируем. И с первого байта в дальнейшем вот оно вот так вот друг за другом идет, элдиром, и заполняет одним и тем же значением атрибутов. Дальше мы очищаем экран такой же вот штукой, только здесь, ксорим. Ну, нам просто надо, чтобы везде были ноли. Так. И, собственно, вот, если мы не используем DOM.HL, сейчас расскажу вам про него. Построчено заполнение экрана. Здесь код супер неоптимизирован, он чисто для простоты сделан, чтобы было понятно более-менее. В аккумулятор загружаем FF, то есть 255. В регистр B мы сохраняем число 192, это количество строк у спектрума. И есть команда djnz, она, грубо говоря, ну, что-то типа цикла until, да. Она что делает? Она сначала уменьшает значение в регистре B, потом сравнивает его с нулем. Если там не ноль, то переход идет к метке какой-то. Если ноль, то мы идем дальше. Собственно, в данном случае мы, вот у нас цикл наш. Сначала заполняем строку, то есть сохраняем стэк значения BC, потому что мы используем внутренне в цикле тоже переменную B, то есть у нас два цикла вложенных. И чтобы все это более-менее как-то работало, да, то есть у нас не бесконечное количество этих переменных. Ну, непосредственно, не переменных, а регистров. Непосредственно команда djnz работает только с регистром B, то есть у нас цикл может быть только по ним. То есть, грубо говоря, ну, чтобы два вложенных цикла было. Вот я сделал так, не знаю, насколько это понятно. Так, дальше в регистр B сохраняем мы 32, то есть количество байт в строке. То есть если у нас разрешение 356, да, то количество байт у нас 32, соответственно. Ну и дальше мы записываем в ячейку памяти, на которую указывает регистр HL, значение регистра A. Да, причем ячейку памяти HL мы постепенно увеличиваем. Изначально у нас это начало видеопамяти. Ну и, грубо говоря, мы ожидаем, что вот будет вот так вот заполняться экран. Причем во время этого цикла каждую строчку мы ждем до фрейма. То есть два кадра у нас ничего не происходит, чтобы просто видно было некую анимацию. Давайте запустим этот вход. Вот, собственно, нелинейная раскладка видеопамяти спектрума. Смотри там. Проблема в том, что если мы хотим, хочем поставить точку в каком-то месте определенном, то это вызывает проблемы. Большие проблемы. И, ну, я расскажу, как с этим бороться более-менее, но все равно это головная боль. Вот в Spectrum Next там команду вели специально. Регистры ложишь, а то тебе адрес. Ой, все. Отличная система. Я заканчиваю. Так, я перешел. Собственно, теперь рассказываю про супер популярную вещь, которую надо выучить, грубо говоря. Все используют. Не надо даже разбираться, как она работает толком. Просто знать, что она есть. Это процедура DOM.HL, которая позволяет из некого адреса видеопамяти получить адрес нижнежащей строчки видеопамяти. То есть, ну, любое смещение может быть внутри строки. Просто спускаемся вниз на строчку. Давайте раскомментируем DEFINE, который разрешает использовать именно вот этот кусок кода с DOM.HL. Здесь, в принципе, все то же самое. Просто мы вызываем данную процедуру. Да. Получаем адрес и переходим на строчку ниже. И дальше заполняем также строчки. Давайте запустим. Вот. Теперь все красиво. Как ожидается, как хотелось бы, в общем-то. Если мы уберем отсюда халты, то на самом деле мы за фреем экран не заполним. Видели? Она мигнула сначала. Потому что не успевая заплатиться, вот при таком влогом коде заполнить весь экран. Хотим быстро, но надо степ использовать. Дальше расскажу, как нарисовать пиксел, собственно, на экране. Потому что возникает вопрос, а как произвольный пиксел поставить здесь у нас экран? Вот такой фарш себе представляет. А хотелось бы какой-то пиксельный эффект сделать. Здесь, в общем-то, весь тот же самый код. Ну, стандартный. Я думаю, вы уже поняли, как он работает. И, собственно, вот у нас. В регистр E мы записываем середину экрана по горизонтали. То есть это уже 127. В регистр D мы записываем середину экрана по вертикали. Это у нас 192 поделить на 2. Сколько это будет? Не знаю. 91, наверное, да. Дальше вызываем процедуру, которая устанавливает точку на экране и зависаем. Давайте посмотрим нашему процедуру. Грубо говоря, если мы хотим получить адрес, то для какой-то произвольной координаты к этим получить адрес, то формула, в общем-то, выглядит вот так вот страшно. Вот это вот она все. Из-за вот этих наших смещений и всего прочего в регистрском экране все выглядит страшно. Здесь я написал довольно такой прямолинейный код, который, собственно, производит все вот эти битовые сдвиги и все вот это безобразие. Код медленный. Можете с ним разобраться. В принципе, я комментарии расставил более-менее. Ну, я думаю, можно будет понять, как это работает. Единственное, поскольку у нас точка это все-таки не весь байт, нам надо еще и бит определенный выбрать вот в этом байте. Для этого я использую вот такой вот небольшой массивчик, точечек. И изначально мы подсчитываем просто где-то здесь смещение внутри знакоместа. Нет, ну, наверное, там, да. И дальше... Фу-фу-фу-фу-фу-фу. По табличке. По табличке. Да, по табличке. Вот, мы здесь подсчитываем, собственно, ну, не подсчитываем, а получаем из таблички необходимые вот этот вот слепок, грубо говоря, пиксела. В регистр C записываем. Дальше он здесь не используется. А здесь мы просто считываем из памяти значение, которое было до этого. делаем OR с этим значением, то есть устанавливаем и записываем обратно в память. Ну и все, выходим обратно. В принципе, это будет работать. Давайте посмотрим. Вот, точечка установлена. Ожидаем. Но, насколько быстро устанавливается точечка, давайте узнаем. Здесь я написал небольшой вот такой бенчмарк, грубо говоря. Здесь мы каждый кадр устанавливаем какое-то большое количество точек. В данном случае у нас их 110 умножить на 3. Почему умножить на 3? Потому что цикл вот этот по B, да, он может работать только 256 раз. Потому что используется один регистр, который 8 бит. А мне хочется побольше точек поставить, поэтому я здесь использую директиву ассемблера дубликейт. Она просто повторяет код, который между вот этим дубликейт и ент дубликейт. Он повторяет его просто тупо, ну, копипассик, грубо говоря. Это постоянно используется. Нормальная тема. Развертка в цикл. Да, нет, мы еще не снимнули цикл. Цикл у нас все равно же остался. Просто, ну, в какой-то мере, наверное, да. В какой-то мере, но не до конца. Здесь мы используем в качестве координаты x и y половинку регистра x. То есть вот она. И просто каждый фрейм увеличиваем на единичку, чтобы точечки вот так вот прижали. Вот у нас in. Давайте запустим. Вот, точечки отрисовались. В принципе, вот видите, полоска такая в Unreal есть. Внизу, да. Чем полезна полоска? Она показывает, насколько мы забили кадр своим кодом. То есть после того, как код отработал, мы вызвали хаута, да, чтобы ожидать следующего фрейма. То эмулятор Emulzevin, он показывает вот этот маленький кусочек, который остался вот таким синим цветом. Но здесь, наверное, нехорошо видно на синем бордюре, извиняюсь. Сейчас я покажу, наверное, как это выглядит. То есть 100% подходит до кода будет. 100% это непосредственно мы используем. Шире будет от конца до конца. Да, да. Сейчас я покажу. Вот я уменьшил цикл, да, намного. А, мы сейчас не фаст поняли. А можно просто цвет? Не, не, сейчас я покажу. Ой. Вот у нас 10 точек. Не понял. А цвет бордюра может быть? Ой. Я все перепутал. Сейчас, сорян. Ну, можно цвет бордюра поменять, да. Ну, я просто уменьшил количество точек. Видите, теперь мы не используем все такты. Ну, это просто удобно, чтобы понять, сколько нам осталось. Красный используем и синий. Красный используем, да, синий не используем. Вот, видите. Так вот, что-то делаем. Так, вот у нас, учитывая, что дубликейт используется, то есть 3 умножить на 110, итого, вот с такой процедурой медленной, да, у нас, в принципе, если мы полностью все процессорное время отдаем рисование точек, 330 точек отрисовываем, и все. То есть даже времени для эффектов не осталось. И, собственно, программирование под спектром довольно популярной темой является использование табличек. Для всего. То есть, если вот в этой процедуре рисования точки я кучу делаю сдвигов всяких, все это медленно, все это тратят такты CPU нашего, то вот в данной процедуре FastPoint мы сначала производим D-Crange. То есть, производим все вот эти сдвиги, все просто максимально, занимаем при этом 1 килобайт памяти, выхлопываем на... То есть, вызываем сначала мы здесь вот этот FastPointTableInit, передаем туда адрес, куда все это будем, таблицу сохранять нашу, то есть, ну, надо, не знаю, кому-то удобнее бумажки расписывать, кому-то удобнее в Excel, там адреса все поставлять, где что используем, то есть память. Ну и дальше рисуем вот эту более быструю процедуру рисования точки. Как видите, она намного меньше по размеру. И здесь у нас вообще никаких нет сдвигов, мы просто здесь считываем непрерывно из таблицы 4 значения, в том числе и значение вот этой битовой маски нашей. Для точки у нас маска вот эта, аж на 256 байт, по-моему, да, на 256 байт. Запустим. Вот, здесь мы успели намного больше точек нарисовать, прямо до конца экрана даже. Все равно мало. 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 Ну, вот эта процедура, она занимает около 80 тактов, если я ничего не путаю. Да. Но, в принципе, самая быстрая занимает, по-моему, 69, но это если мы используем неудобные регистры и все такое, то есть, в данном случае у нас 570 точек за время мы отрисовали. Вот, все. Больше мы не можем. Так. Ну и давайте сделаем простейший пиксельный эффект какой-то. Раз у нас уже есть процеду для точечек, создаем. И дальше у нас некий цикл на 160 точек выходит, который, грубо говоря, просто заполняет некоторую табличку случайными координатами по ху и по икру. Причем, поскольку у нас по вертикали всего 192 пиксела, да, мы после вызова некой процедуры рандом элит, это процедура, генерирующая рандомное число, выдранное из игры элит, популярное довольно спектром элит встречается. Там код ее тоже есть, можете посмотреть. Собственно, вызываем эту процедуру, сравниваем с числом 192, и если число в аккумуляторе, которое вернуло эту процедуру, оно больше 191, то происходит переполнение, и, соответственно, мы перегенерируем. Пока не сгенерируем точку, которая попадает в промежуток, ну, чтобы просто за экран точки не выходили. А в этой процедуре насчетное значение передается? Нет, ничего не передается. Сейчас я покажу, как все это выглядит. Ну, просто я клоню к тому, чтобы несколько раз можно было вызываться, у меня какое-то значение. Вот, 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 у нас SIP, вот он, сдается. Вот SIP, да, 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 вот. Все выглядит вот так вот. Ну, это прямо из игры элит, реально. Сешли хоть игру элит. Так, ну, собственно, вот мы создали эту табличку, инициализировали, то есть у нас последовательно идут Y, X, Y, 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 X, случайно. Дальше мы ожидаем начала кадра в цикле, рисуем наши точки. Перед рисованием точки, что мы делаем? Мы сначала стираем точку по координатам, которые были до этого, в этой табличке нашей. Вот, вызываем плеопоинт. В принципе, процедура аналогична в плеопоинт, там я просто инвертирую аккумулятор и делаю другую логическую операцию. Дальше что мы делаем? Ставим точечку. Но перед тем, как поставить точечку, мы увеличиваем значение в координате E, которое у нас отвечает за координату X, ну, в регистре некоторых отвечает за координату X, на значение, которое получаем из регистра B. То есть мы, у нас цикл бежит, да, то есть там младшие биты, в принципе, там от, ну, младшие три биты от нуля до семи уходят. И мы вот младшие биты от нуля до семи прибавляем к координатам X. То есть таким образом у нас точки будут с разной скоростью бежать. Младшие биты мы вот получаем с помощью, собственно, n7. Дальше мы все это сохраняем обратно в нашу таблетку.